Впервые в студии тотального шоу приветствую! Более того, практически впервые на MTV. Паша, какими судьбами, что произошло в твоем творчестве такого экстраординального, что ты прям ворвался сегодня в молодежную культуру? Ну, началось с того, что мне позвонили из MTV. Вот, и спросили, что происходит, я сказал, что... Позвонили и споросили. Паша, у тебя за последний год три новых альбома. Ты не хотел бы вообще рассказать широкой общественности, как можно так работать? Ну, вообще... Вообще просто в Москве очень хорошо работать. Я переехал в Москву, и здесь ничто не отвлекает от работы, я считаю. И если постоянно работать, то можно выпускать и больше альбомов. Странно. Обычно Питер считается творческим городом. Говорится, что там атмосфера способствует написанию песен, а ты, наоборот, перебрался в Москву. Несключаешь по Питеру? Питер способствует вдохновению на песни. Но пока вдохновение есть, ты можешь успеть напиться и ничего не успеешь написать. А в Москве... Вдохновение в Питере, бабло в Москве, одним словом. Понятно. А что может сравниться с написанием песни? Вот ты как творческий человек должен знать, по-любому. Ну, первое, это то, что всем в голову приходит, конечно. А второе, парашюты. Это с чем все сравнивает второе. А ты прыгал? Ну, конечно, да. Класс! Я хочу сказать, что песни писать намного интереснее, конечно. Прыгал я пять раз, и мне стало скучно. А песни я пишу уже 150, и еще не скучно. Вот, ты знаешь, на ноутбук первый вопрос пришел. А кто это? Я хочу оправдать наших юных зрителей, потому что они наверняка настолько молоды, что даже не помнят песню про гномиков. И здесь надо объяснить, кто рядом с нами сидит. Еще раз, это Павел Кашин. Паша, а если бы тебе надо было рассказать о себе? С каких слов ты бы начал свои мемуары, допустим? Либо рассказ о себе? Ну, уже пришлось бы, наверное, если бы это для вашей публики, пришлось бы начать в середине прошлого века. Так, так, продолжай, продолжай, нам интересно. Интересно. Вернее, совсем маленький, конечно, мукрадизм. Ну, я знаменит тем, что я прошел все стадии от коммунизма до капитализма, и еще, может быть, застану еще какой-то строй. Вот, надеюсь, застану еще какой-нибудь. Паша, ты видел большое количество студий за свою творческую жизнь. Тебя приглашали на телевидение много раз. Как тебе нравится наш вот дом, где ты сейчас? Да, супер, я бы вот в таком жить бы, пожалуй, немножко. А-а-а, красиво сказал! На смс пришел вопрос, насколько серьезно ты увлекаешься буддизмом? Я не увлекаюсь, просто это единственное, что меня интересует по большому счету. Нет, не единственное, конечно, жизнь и люди, особенно самая невероятная разновидность людей, женщины. Но буддизм — это, конечно, очень интересно. А вот «Глазами Будды» — это твоя пластинка, да? Да-да-да, это самая недавняя пластинка. И как выглядит эта студия «Глазами Будды», если на нее посмотреть? А, честно говоря, это такое большое учение, что мы сейчас не успеем здесь все рассказать, к сожалению. Хорошо, тогда расскажи про свой новый альбом, у которого менее затейливое название, но все равно непонятное. Почему «Жозефин» называется свой новый альбом? Он еще не называется, потому что сейчас я в стадии непонятной, у меня полностью изменяется менеджмент в моей жизни, и теперь будет зависеть от новых продюсеров и всего такого. Я хотел весной выпустить «Жозефин». Ну, естественно, какую «Жозефин» мы знаем, жену Наполеона, и весь альбом будет такой русско-французский. Паша, ты вспомнишь, можно на «ты», да? Да? Вспомнишь нас хорошими, добрыми словами, если мы тебе скажем, пожалуйста, не мог бы ты исполнить песню сейчас? Я ждал, когда вы попросите. Мы просим. Ты, видимо, папкой со словами. Отлично. Проходи, пожалуйста, на сцену. Я обращаю внимание, что все-таки впервые здесь, в студии MTV, Павел Кашин не только отвечает на ваши вопросы, но еще и, вы не поверите, поет. Прямо сейчас он берет в руки гитару и тихим голосом поет. Друзья, внимание, впервые, можно сказать, это премьера, не то чтобы клипа какого-то, живого выступления Павла Кашина на телеканале MTV в тотальном шоу. Внимание. Простим. Вышло так, что я не знаю, кто наследственный хозяин в этом шопе-то. Только что-то здесь нечисто, и мои окрыли бресты гибнут ни за что. На прощанье улыбнемся, это жизнь сплошной прямой эфир. Эй-хоу, мы сегодня оторвемся на тебя. Сегодня смотрит одноразовый, но целый мир. Наши стены в его верхушке. Есть смертельные ловушки, мысли о себе. Существует убежденье, все причины для паденья краются в тебе. Хоп. Эй-хоу, мы сегодня оторвемся. На тебя сегодня смотрит одноразовый, но самый мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Сбереги свои тетради, Разложи по временам, Показать укоро ради нерадивым штуманам. Моя, нам обещали Моя, Моя, нам обещали Моя. Моя, нам обещали Моя, Моя, нам обещали Моя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова